В начале прошлой недели форум «Территория смыслов на Клязьме» посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. С участниками политической смены он обсудил актуальные тренды мировой политики. Конец недели выдался не менее насыщенным. С будущими политиками приехали делиться опытом лидеры парламентских партий. От ЛДПР Владимир Жириновский, от «Единой России» Сергей Неверов, от «Справедливой России» Сергей Миронов, от КПРФ заместитель Зюганова Юрий Афонин. Известные политики рассуждали о доверии к власти и развитии политических партий. Оранжевые революции на Украине, в Египте, в Тунисе и целый ряд еще других, они были успешны, потому что власть потеряла доверие народа. А вот в Белоруссии, несмотря на все попытки действующих американских спецслужб организовать переворот, не получилось, потому что власть, народ доверяет белорусской власти. Вот нам очень важно в нынешних условиях не потерять доверие власти. Как определить, что мы хуже живем? От нас уезжают, а не к нам. Вся лучшая элита из спор уезжает. Миллионы уехали из нашей страны уже без советской власти, без коммунистов. Вот это вы должны учитывать. То есть цените политические партии по последствиям, какой ущерб они нанесли стране. И поддерживать и те, которые не наносят ущерб своей собственной стране. По мнению Сергея Неверова, будущая партия в их объединении. Сегодня в России более 60 политических объединений. Но по прогнозам политологов, к 2020 году останется лишь 25. В 1999 году на выборы в Государственную Думу шли непримиримые конкуренты. Отечество вся России, Единство, регионы. Это была очень жестокая и жесткая борьба. Но в 2001 году эти партии объединились, все политические движения. Объединили их смог Владимир Владимирович Путин. Сергей Миронов призвал молодых людей вне зависимости от политических взглядов решить, что они готовы сделать для своей родины. Политик уверен, что начинать надо с малого. Но если по разным причинам, вот возьмите даже тот же самый вопрос и законопроект о пенсионном возрасте, мы пока не можем преодолеть большинство, давайте на своем месте, вот в своем родном населенном пункте, будь то небольшой поселок или город, обидитесь вокруг, посмотрите, как тяжело живется людям и постарайтесь им помочь. Лидеры партии ответили на вопросы участников политической смены. Речь шла о пенсионной реформе, выполнении предвыборных обещаний депутатов и подготовке к выборам. Наиболее оживленную дискуссию вызвал вопрос о муниципальном фильтре на губернаторских выборах. Как вы считаете, именно вот этот муниципальный фильтр не может ли отсеивать именно тех кандидатов, которые не нравятся власти? И может быть уже пора его убрать, этот муниципальный фильтр? Да, есть критика в том, что на уровне муниципального выборы очень сложные, тебя там вызовут, тебя там скажут, уйди, сойди, там еще кто-то сделает. Но это тема, с которой нужно разбираться и бороться. Но участвовать-то нужно. Если снять муниципальный фильтр, то от КПРФ и справедливости России власти прорвутся радикалы, которые устроят нам революцию оранжевую, как Киев. Пример, от Владимирской области, от КПРФ шел, видимо, уже отказали, Шиченко, Максим. Это страшный радикал. Когда я его слушаю, мне кажется, сейчас войдут чекисты и его арестуют. В конце встречи известные политики поделились впечатлениями от посещения Владимирской области и дали высокую оценку работе губернатора Светланы Орловой. Владимирская область молодцы, только жарко немного, нужно немного убавить температуру. Привет, Светлане Юрьевне, большой губернатору Владимирской области. Видите, какие-то изменения у нас в регионе. Она ошиблась, что не приехала сюда. Но на самом деле все идет своим чередом, так держать, все у вас будет хорошо. И хорошая область, хороший город Ковров, Гусь-Кустальный, Владимир. Все молодцы. Форум территории смыслов на Клязьме на время своей работы, а это почти полтора месяца, превратился в одно из главных политических событий в стране. Сезон отпусков снижает активность политической жизни. Госдума уходит на каникулы. И те, кто делает политику, едут сюда, чтобы формировать новые тренды. Когда находишься в центре событий, становишься привлекательным и для федерального центра, и для инвесторов, и для экспертов, и для туристов, считает губернатор Светлана Орлова. На этой неделе на территории смыслов стартовала новая смена. Форум продолжит работу до 12 августа.